В студии телеканала РБК Андрей Левченко, здравствуйте. Модернизация бывает не только экономическая, но и политическая. В 21 веке возможны новые формы демократии, новые способы быть услышанными. Люди хотят оперативно влиять на принятие решений. Какие для этого варианты у них есть? Каковы перспективы развития интернет-демократии? Узнаем сегодня в программе в студии депутаты Государственной Думы Вадим Соловьев и Валерий Зубов, а также Кирилл Коктыш, досент кафедры глобальных информационных процессов и ресурсов МГИМО. Валерий, Вадим, Кирилл, приветствую вас в студии. Добрый день. Валерий, начну, наверное, с вас. А как вы считаете, в принципе, уместно ли поднимать и ставить так вопрос модернизация демократических форм правления в 21 веке? Без сомнения. Появились новые технологии. Мы стали глобальным сообществом. Поэтому в этих условиях, это как минимум два условия для того, чтобы посмотреть внимательно, каковы демократические процедуры сегодня более эффективны. Вадим, что вы думаете? Я тоже сторонник такого подхода. Хочу сказать о том, что в соответствии с нашей Конституцией основным носителем власти в стране является народ. Поэтому именно граждане должны иметь возможность по максимуму влиять на принятие тех или иных законов нашими законодательными уровнями. Ларин, вы представляете комитет по законодательству. Вот как раз возникает вопрос. Граждане должны влиять. Вот нашумевшая история. Свыше 100 тысяч подписей за отмену закона Димы Яковлева. Государственная Дума рассматривает эти подписи, рассматривает предложение отменить закон и считает, что нет вариантов услышать и рассмотреть эти поправки. Почему? Почему люди не были услышаны? Я хочу сказать, что прежде всего Государственная Дума это орган, который действует в строгом соответствии с законодательством действующим. Инициатива, которую предложил Владимир Путин, она не была каким-то образом подкреплена законом. Хотя было сказано о том, что в сентябре месяце должен быть соответствующий проект закона внесен. Но, к сожалению, наши коллеги с Единой России это положение требования президента пока не выполнили. Я хочу сказать о том, что, безусловно, что можем и мы внести такой проект закона. Политическая ситуация в Думе такая, что если мы внесем этот закон, то он вообще не пройдет никогда через Государственную Думу. Итак, сторонний наблюдатель, не член Государственной Думы Кирилл Коктыш. Кирилл, ваше мнение о модернизации демократических принципов и этой истории со сбором 100 тысяч подписей? Почему люди не были услышаны? Почему так произошло? Но ситуация с модернизацией обратной связи, да, она давно назрела. Если в начале 20 века мы имели партии классического типа, которые были коллективом пропагандистом, агитатором, организатором, то есть они вели повседневную коммуникацию в воспитании своих сторонников, то сейчас партия это более-менее клуб, который обращается к своим избрательным раз в четыре, теперь уже раз в пять лет. Это слишком мало для регулярной коммуникации, для того, чтобы обратная связь была. При этом у нас не ответственное правительство, то есть правительство формируется не по результатам парламентских выборов, то есть оно не отвечает перед избирателем. То есть вы считаете, что эти собранные 100 тысяч должны были найти все-таки понимание в государстве и в идеале мы должны были бы стать свидетелями появления законопроекта или решения, отменяющего этот законопроект? Я думаю, что должна появиться процедура, которая будет позволять все это учитывать, потому что какие-то форматы обратной связи нужны, и сегодня их абсолютно явный дефицит. А угадывать, что хочет народ, это, наверное, наиболее худший вариант для власти. Власть должна знать, от чего хочет народ, и вести по этому поводу регулярную коммуникацию, диалог и не раз в четыре-пять лет, а все-таки в режиме повседения. Валерий, как вы узнаете, что хочет народ? Андрей, вы неправильно поставили вопрос. Народ почему не услышан? Народ услышан. Ну, для единой России мнение президента страны, это так, в данном случае оказалось пустой звук. Валерий, вы присоединили справедливой России, тоже надо пояснить. Да, из-за позиции. А для нас сто тысяч – это повод для того, чтобы какие-то действия предпринять. Что рассуждать? Мы просто взяли и в рамках действующей процедуры три депутата внесли поправку. Вот и все. Вот то, что предполагалось с помощью сто тысяч проиницировать, кто-то свел это к вопросу, там, закон, проект, процедура и так далее. А мы считаем, что она есть, эта процедура, депутат может внести поправку. Мы ее внесли. Мы предлагаем четвертую статью вот этого знаменитого закона, о котором мы говорим, отменить. Точка. Все. То есть, получается, есть механизмы, позволяющие реагировать на эти сто тысяч подписей. Вадим, пожалуйста. Ну, я хочу сказать о том, что с моей точки зрения это абсолютно несовершенный механизм, потому что... Какой механизм вы имеете в виду? Собирание через интернет-пописи и отреагирует потом депутат или не отреагирует. Это, как говорится, на их усмотрение. Я сторонник, как профессиональный юрист того, чтобы это была юридическая норма, которая обязывала бы депутата учитывать это. А почему вы считаете несовершенен этот механизм? А потому что учет общественного мнения, это зависимо от той позиции, которой занимает тот или иной депутат. Если бы Пономарев или Гудков не занимали такую позицию, некому было бы и внести. Значит, вот и механизм разваливается. А я сторонник того, что если сто тысяч подписей собрано, то Государственная Дума обязана рассмотреть этот вопрос и обязана рассмотреть эту поправку на пленарном заседании. Это неправильно. Этот механизм, этот механизм только через конкретный закон должен быть. Иначе это все может выльется в благие пожелания. Ну да, но при этом закон-то не принимается. Инициатива озвучена президентом в апреле 2012-го. На дворе, слава Богу, уже 2013-й год. А как бы воссыны не там. Нет, нет, нет. Или что? Нет, нет, нет. С Вадимом не соглашусь. Да, пожалуйста. Вот почему. По двум моментам. Первое. Среагировали депутаты на это предложение. На предложение президента и на сбор 100 тысяч. Среагировали по-разному. Одни сказали, да вы знаете, не подходит. Да вы знаете, тут надо некие бюрократические процедурки подчистить. Другие среагировали по-другому. Но это тоже реакция. Они сказали, почему? Есть конституционно обусловленные процедуры внесения законов. И мы несли закон. Чего здесь не так? Что тут надо делать? Что здесь надо выдумывать? О чем рассуждать? Одни говорят, нет, мы не замечаем эту инициативу. Точнее мы ее заметили, но нам она не нравится. Это позиция. Хорошо, тогда... С ней трудно спорить. А у нас позиция. Мы среагировали на это. А процедура есть. Мы и воспользовались. Вот, Кирилл, в данном случае, да, независимым экспертом был. Механизмы могут быть любые, но в зачет должны идти те механизмы, которые в итоге сработали. Потому что общество в целом интересует все-таки не, скажем так, частные маневры в Госдуме, а тот результат, который в итоге получился. Отвечен он на запросы, либо не отвечен. Поэтому я тут, наверное, соглашусь, что да, институты и механизмы, которые обязывали его в Госдуму реагировать, они, безусловно, нужны. Остальные инструменты тоже, естественно, нужны. На вопрос в том, как довести это до результата. И как сделать так. То есть, на самом деле, президент носит идею о том, что она должна учитываться, что мнение общества должно учитываться таким образом. И эта идея висит в воздухе уже больше полугода. Но, наверное, это тоже не очень нормально. Я бы хотел уточнить свое понимание того, что сказал Кирилл. Не всегда то, что считается какой-то группой населения, граждан, завтра же становится законом. Порой требуется довольно длительная борьба за то, чтобы эти намерения превратились в принятые законы. Поэтому мы не думаем, мы даже не задумываемся над этим, как будет принята эта поправка или отклонена. Мы считаем, что эту работу надо делать. Что закон этот неправильный, аморальный закон, с моей личной точки зрения. Поэтому я, как депутат, пользуюсь конституционным правом, вношу инициативу и буду за нее бороться. Другие будут бороться против. Но это и есть парламент. Это и есть борьба политическая. Да, это и есть парламент 21 века. К нашей беседе присоединяется из отеля Арарат Пархаят, наша студия. Игорь Юргенс, председатель правления Института современного развития. Игорь, здравствуйте. Вы меня слышите? Добрый день. Игорь, а хотелось бы услышать ваше мнение о такой форме, демократической форме правления, как интернет-демократия. Вот насколько она применима для России? Она абсолютно применима. Эксперимент в этом отношении начал еще президент Медведев. Когда он был президентом Медведев, он не президентом России. Он называл это прямой демократией, а не интернет-демократией. С этим надо работать. Сейчас в правительстве, которое он возглавляет, этим занимается так называемое открытое правительство. У американцев эта концепция разработана. Как вы знаете, на сайте Белого дома собираются подобного рода петиции. Они обязаны быть рассмотрены как Конгрессом и Сенатом, так и администрацией Соединенных Штатов, я имею в виду, исполнительной властью. Открытое правительство и электронное правительство работают в Сингапуре, а в такой стране, как Швейцария, если 100 тысяч подписей собрано каким-то из кантонов, на которые делится эта страна, то в принципе правительство или власти кантона обязаны проводить референдум. То есть истина посередине между тем, что сказал Зубов, Соловьев, с одной стороны, нужно законодательное закрепление таких инициатив, с другой стороны, в цивилизованном обществе люди реагируют на 100 тысяч подписей сразу. Я имею в виду люди-законодатели или президент. И это не потому, что это им приписывает закон, а потому что это целесообразно и прагматично. Если президент или какого-то рода законодатели игнорируют такую волю, то они просто недополучают своих голосов и своей уверенности в том, что у них есть обратная связь с собственным народом. Поэтому им это прагматически интересно. В этом смысле Путин пошел намного впереди своих законодателей. В принципе, законодатели нынешней Госдумы, они начинают быть вообще-то угрозой для стабильности страны, потому что даже если 100 тысяч соберешь, и даже если законодательно будет сказано, вы должны это учесть, то люди, которые говорят про эти 100 тысяч, что мы их загоним за Можай или туда, куда Макар телят не тянет, они будут говорить, слушайте, а что такое 100 тысяч, а за нами миллионы. И они будут просто с порогу отвергать это. То есть нужен еще и определенный уровень сознательности, законодательной ответственности и чувство собственной ответственности перед народом. Этого пока в данном составе Государственной Думы мы не достигли. Но я согласен с Зубовым 100%, достигнем только путем борьбы, потому что никто нам на блюдечке не принесет законодательное разрешение проявлять волю 100 тысяч людей. Игорь, ну с другой стороны, есть ведь родина демократии Франция, а там народная законодательная инициатива не работает. Франция такая же пирамидальная страна, переживающая, пирамидальная с точки зрения архитектуры власти. Как они жили при императоре, несмотря на то, что республика, так во многом, если вы окунетесь в политическую жизнь Франции, президент и то, что связано с правящей партией, так себя и ведут. В этом смысле это не показатель того, к чему нам надо стремиться. Но хочу вам сказать, что тем не менее, если какой-то из законодательных инициатив вызывает во Франции сопротивление, то через гражданское общество или профсоюзный протест страна парализуется довольно быстро. Этого у нас совершенно невозможно, мы лишены и этой возможности. Поэтому давайте искать как в западном опыте, так и в собственном тяжелом наследии что-то, что будет работать. Но поддаваться на просто настроение типа, ну что мы можем сделать при такой думе, тоже нельзя, потому что иначе мы остановимся. Но еще раз хочу сказать, думаю, безусловно, сейчас угроза стабильности страны. Спасибо, Игорь. С нами на связи был Игорь Юргенс, председатель управления Института современного развития. Вадим, в общем-то угроза, угроза обществу и Государственная Дума. Я хочу сказать, Государственную Думу и те выборы, которые у нас прошли в декабре месяце, Компартия не признала и не считает легитимной ту часть голосов, которые получила партия «Единая Россия». Значит, в суд не пошли, потому что, вы знаете, какое бы решение, выйдешь на суд, значит, и легитимизировал нашу политическую ситуацию. А мы ее оставили в подвешенном состоянии. Хорошо. Я хотел сказать, да, демократический форм правления. Все-таки Игорь говорит, давайте не заниматься ерундой, давайте все-таки заниматься делом. Есть 100 тысяч, давайте работать. Вы говорите, нет, надо прописать. Нет, я хочу сказать о чем, что вот если брать данную конкретную ситуацию, это очень дискуссионный вопрос, который во многом есть противники и сторонники этого вопроса. По поводу закона Дима Яковлева. Я хочу сказать, что выходом бы, цинизованным, было бы проведение референдума по этому вопросу. Общенационального? Общенационального референдума. Раз вопрос поставлен на такую площадь, провели бы и сказали, стало бы понятно, сколько за, сколько против. Но, к сожалению, мы лишены возможности и это сделать, потому что Компартия три раза пыталась провести референдум, и все время нам не давали. Понятно, Кирилл, что вы скажете? Вот сто тысяч, я хотел бы все-таки по поводу количественного барьера, мне кажется, это мало. Ну, на самом деле, сто тысяч канцеризированных собранных подписей, это уже вес. Нет, это вес, да, но для того, чтобы говорить о том, что это отражает интересы все общества, наверное... Это отражает интересы части общества, и, наверное, наиболее активной части общества, которая иначе будет создавать проблемы. То есть, если мы говорим о том, что государство должно все-таки реагировать и быть государством для всего общества, а не для какого-то отзывного класса, то мы, естественно, должны вычитывать и такие сигналы. Но так мы никогда не договоримся. Знаете, в семье три человека, и то договориться не могут. Почему? Есть... То есть, три человека, три разных мнения, а когда 140 миллионов граждан, 100 миллионов избирателей... Есть три возможных способа договариваться, да, то есть, есть способ простой конфликтный, либо, по-моему, либо никак. Да, силовой. Да, есть компромиссный, когда мы оба подвинулись, и мы нашли какое-то решение. Да, вы что предлагаете сторонник? Есть консенсус, третий способ, который, кстати, практиковался в Политбюро ЦК. Когда мы поговорили, мы выработали проблему, мы нашли конкретное решение для этой проблемы. Мы, возможно, пересмотрели свое представление о мире, но мы нашли, как это... Хорошо, а вот по закону Дима Яковлева, какой вариант приемлем? Как надо было действовать в этой ситуации? Я думаю, что в любом случае нужно находить компромисс. Между кем? Между общим. Ста тысячами и... Между теми, кто хотел бы присоединиться к этим сто тысячам, или готовы было присоединиться, и остальным обществом. Нужно искать баланс. А вы отделяете эти сто тысяч, а остальное общество? А мы не знаем, а оно еще не проявило. А вот. Но, опять же, спекулировать, кому бы оно присоединилось, это дело неблагодарное. Сигнал есть, и система должна реагировать. Знаете, очень просто. Общество всегда существует по принципам термодинамики. Если вы его перегреваете, если нет никакой обратной связи, если нет выхода пара, то у вас повышается либо тем давление, либо температура. Рано или поздно котел может взорваться. У вас есть система газоотводная? У вас нормально функционирует система? Согласен или нет, Валерий? Я принципиально не согласен с Вадимом. Ну, вы да. И частично не согласен с Кириллом. Вот я говорю, в районе вы не можете договориться. Вадим не согласен вот по какой позиции. Мы не социологи, мы политики. Это социолог смотрит, вот опрос провели, ну вот такое вот мнение. А политик должен, поэтому за нас голосуют, нам платят за это, от нас ждут, что мы будем лидерами, что мы будем объяснять, убеждать. Порой находясь в меньшинстве сегодня, но на завтра разворачивая всю эту социологию, приводя аргументы своими действиями. Политик это тот человек, от которого ждут решения, а не тот, который смотрит сводку и говорит, ну раз большинство так, то я нажму кнопку так. Это позиция вчерашнего дня. Вчера собрали 100 тысяч подписей, а что будет завтра? Вот политик должен будет думать о завтрашнем дне. Я могу сказать, что скорее всего, что когда начинался обсуждаться закон, который вы называете, то тогда было большинство против усыновления детей иностранцами, ну в частности американцами. Сегодня, благодаря средствам массовой информации, так эту проблему отсветили, подняли факты, разобрались с ситуацией, что происходит в стране. Я абсолютно убежден, что большинство, по крайней мере в крупных городах, где не только первый и второй каналы функционируют, уже большинство за то, чтобы отменить эту поправку. Что мы, как политики, и сделали, внеся поправку, требующую отменить четвертую статью из этого закона. Ну а если вы ошибаетесь? Если вы ошибаетесь. А вы знаете, только Бог не ошибается. Вот тогда нам и укажет наш избиратель во время следующих выборов. Так, Кирилл, вы начнете с этого программы, что вы очень редко встречаетесь с избирателями. Ну я не говорю лично, раз в 4 года вы так встретились. Я не имею в виду нашу политсистему в целом. Я не имею в виду, конечно, конкретную партию. Да, и конкретную не даю. А частично почему я не согласен? Потому что есть вопросы, по которым действительно можно договориться, найти консенсус. Есть вопросы, по которым невозможно договориться. Данный закон, который мы приняли, это абсолютно не политический закон. Это моральный, нравственный. И здесь люди голосовали не потому, что там партийная дисциплина. Многие прикрываются этим лозунгом. Партийные дисциплины, либо идеологии, либо чем-то. Это бытовой закон. Я голосовал, потому что я знал, приду домой, а у меня сын, а у меня жена, а у меня дочь, а у меня близкие. Как они? Они однозначно против были. Их мнение по данному вопросу мне важнее, чем там 200 тысяч, которые непосредственно со мной не живут. Это моральный, нравственный закон. И здесь компромисс невозможен. Понятно. Пожалуйста, ответь. Я с этим согласен, да. Но мой коллега представляет молодую партию. А компартия Российской Федерации с 96-го года четырежды голосовала против продажи наших детей. Четырежды. И на прошлом году мы тоже голосовали против этой конвенции ратификации. И сегодня опрос перед выборами показал, что подавляющее большинство, 14 миллионов, которые проголосовали за КПРФ, поддерживают нашу позицию. Мы голосовали за то, чтобы запретить продажу наших детей. Значит, поэтому в этой ситуации единственным выходом является общенародный референдум. Кирилл, это вариант или нет? Ведь на самом деле уже общественное мнение называют общественным террором. Опять же, я бы просто немножко разобрал с термином. Продажи или усыновление две разных реальности. Продажи нет в данном случае. В этом случае, опять же, нужно договариваться. Это все 30 миллиардов долларов. Средневековая терминология. 30 миллиардов долларов. Мы по сути вопросом, как вообще в принципе решать такие стольные моменты, когда часть общества за, ну скажем, 100, 200, 300 тысяч, другая часть, большая часть, по ощущениям, может быть против. Это или наоборот? То есть мнение меньшинства или большинства? На самом деле решается достаточно просто. Если не решается задача при нынешнем количестве переменных, нужно вводить просто новые перемены. Потому что вводить новые институты, которые будут специально регулировать этот вопрос. А общенациональный референдум это вариант или нет? Или каждый раз замучаешься его проводиться по любым поводам? На мой взгляд, это довольно спорная вещь. Общенациональный референдум. Я бы все-таки для начала устроил общенациональную дискуссию. Референдум он отсекает. Он дает вам достаточно жесткие альтернативы, все из которых мог это касаться лучшими. А, Мир, можете маленькую статистику? Я начну. Простая статистика. А у нас нет времени. Есть время. За время прохождения закона в Госдуме 17 детей погибли в семьях, которые усыновились в России. Спасибо. Гостями программы сегодня были депутаты Госдумы Вадим Соловьев, Валерий Зубов и Кирилл Коктыш. Доцент кафедры глобальных информационных процессов.